Субтитры сделал DimaTorzok 50 Ага, лошадиный цветок, забор Значит, скорее всего, я смогу... Ага, я знал, что рано или поздно я найду дыру в логике этой игры Ведь у Японии же сегодня выходной Да и вообще, а куда подевалась эта дьявольская отродия? Хотя, думаю, лучше не вспоминать о нем лишний раз А то мало ли... Афак! О, тут хипан какой-то сидит у котла Наверняка это он все это время переодевался обезьяной с цветочком ухи И совращал жителей в свою секту Эй, орданец, чувак Слушай, чел, по твоим глазам вижу в пещеру залезть хочешь? Там очень темно и все такое, так что... Держи эту лампу, чел Халява! Вот за это я и люблю хиппи Не думай, что я отдал тебе ее просто так, чел Это бизнес! Ты тратишь масло, я заправляю тебя и уже после третьего закупа я в профите! Это называется заусторчение входа в нишу, чел! Ага, по твоему дому вижу, что бизнес у тебя процветает И тебе добрый день, каменная стенка Кстати, для тех, кто еще не заметил, коридорность в этой игре процветает Зельда! Открытый мир и все такое И мой первый противник Умер за несколько секунд Итак, в этой пещере мы наконец-то Наконец-то сможем посмотреть на боевую часть этой игры То, что в самой игре выглядит как более-менее напряженная битва По ту сторону экрана выглядит так Другими словами, то, что я хочу сказать Когда игра заставляет тебя выглядеть так Это просто неправильно Кстати, мне одному кажется, что этот цветочек сбежал из демиургов Продолжая разговор о боевке Теперь удары врагов отнимают четверть сердца Линка Вместо половины, как в оригинале Это значит, что живучесть Линка увеличилась в два раза Добавим к этому то, что лечилки валяются в буквальном смысле слова под каждым камнем и... Перед нами стоит очень грустная картина о сложности этой игры То же самое касается и кристаллов Сейчас за 20 секунд я соберу ту же сумму, которую набирал в оригинале за полчаса целенаправленного фарма Здесь деньги выпадают так часто, что ты не выбираешь на что потратить их А просто жалеешь, что у тебя маленький кошелек Да, уже ко второму подземелью в этой игре мне не влазили рубины И мне приходилось класть их обратно в сундук Но и это не конец моих претензий Сейчас я заткнусь на минуточку, а вы посмотрите сами Вы видели? Ни один монстр не атаковал меня Я спокойно пробежал мимо Да и зачем их бить? Даже если бы я их уничтожил Они все равно бы отреспаунились, как только я вышел бы из пещеры Поэтому интерес к битве вообще спадает на нет Все еще мне не верите? Так я продемонстрирую это еще раз Я уверен, что среди вас найдутся умники с фразами Лазар, ну чего ты так возмущаешься? Ведь это только начало игры На что я заранее отвечаю, что нет Таким образом я пошел сквозь всю игру Фиолетовая птица Сафро Вот чего мне не хватало в этом лесу Э, что за... Эй, ты чего? Я всего лишь... А ну погоди, у меня деволь скатроль Я сейчас только достану рогатку Так только с гоблином разберусь Ну все, молись, птица Я тебя на пуховик пущу Булзай! Вот так всегда Как только увидят, что у тебя пушка Так сразу извинения попрут Ладно, посмотрим, что у нас Нечто кровавое И нечто протухшее Не, спасибо, я лучше откажусь У меня в котле, думаю, варится примерно то же самое Должен противостоять Пожертвование Моя слабость Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу каждый раз, как ты встречаешься с врагом. Она просто сводит меня с ума. Да, я скучаю по тем временам, когда музыка в этой игре вдохновляла тебя на приключения. А не звучало, как будто ты на похоронах. Боже! Эти чудовища! Они пытались скрепить человека и обезьяну! Надеюсь, я не слишком поздно и успею еще их спасти. Хотя с другой стороны, я могу избить их обоих, пока они стят в клетки. Это была не совсем та реакция, которую я ожидал. Спасибо, Линк, что спас меня. Знаешь, эта обезьяна не такая уж и плохая. Черт, видимо, я пришел слишком поздно. Эм, Линк, ты же не расскажешь об этом родителям? Они мне запретили ходить в лес и дружить с обезьянами. В общем, обещаешь, что им ничего не расскажешь? Нет, расскажу все первому встречному взрослому. Будет тебе хороший жизненный урок. Эй, Линк! А вот и он. Мой сын рассказал мне о пропаже Тала и я поспешил на помощь. Ну, сразу же после того, как наточил свой меч, попрощался с женой. О, смотрю, моя помощь уже не нужна. Ну, я пошел домой и да, не забудь, что завтра ты носишь послание в Хайру. Удачи! И если повезет, у тебя не сидят волки, мы снова увидимся. Ха-ха-ха-ха. Смейся, смейся, пока можешь. Ещё одно прекрасное утро. Птички поют, бараны пасутся. Ещё один труп у меня на руках. Эээ, стоп. Ну да, куда ж без этого, ведь нам так понравилось делать это в первый раз. Типа игра такая, что? Понравились приключения? Охрен тебе, иди паси овец. АРМІ! 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 О, Линк, смотрю, ты уже закончил. Ну-ка, подь сюды. Слушай, ты не заметил, что рядом с этой лошадью моя дочь ведёт себя странно? Так что, это, ты бери-ка эту посылку и вали отсюда побыстрей. Тебе предстоит долгий путь, моя милая лошадка. Пожалуйста, довези Линка и возвращайся побыстрей. Ну вот видишь, о чём я. Что это? Упс. Почему на моей любимой лошадке и царапины? Да, насчёт этого... Линк, опять ты избивал её своим деревянным кнутом, вымещая на ней всю свою злобу на остальных? Стой, что? Ну же, дочурка. Бьёт, значит, любит. Папа! Так она твоя дочь? Это многое объясняет. Как ты можешь быть таким снисходительным? Ты же мэр! Один твой приказ или гниёт тюрьменно пожизненно. Ты моя бедняжечка. Так он ещё и мэр? Да что не так с этой деревней? Всё будет хорошо, Японо. Сейчас я отведу тебя к ручью и там... Залечим твои раны. Паучка-пау-ау. Мне нравится, как в этой сцене отвисла челюсть у Линка. Постой, Лила! Это неправильно! Не совершай ошибку моей матери! Так вот, откуда у тебя бивни в носу. Скажешь кому-нибудь, лечь на урою. Ага! Настал час возмездия, курица! Сейчас я наколю тебя на палку, как на шампур. А что за? Хей, круто! Эта палка даёт контроль над курицами. Теперь я смогу собрать свою куриную армию и захватить власть в этой деревне. Хотя не, спасибо, эпилептические курицы мне не нужны. Вот блин, опять этот парень. Линк, ты идёшь к Лиле? Не думай, что мы можем пойти к ней вместе. Хы, что такое? Парень влюблён? Оставь, эта девушка явно не твоего калибра. Эй, Линк, я ждал тебя. Давай ещё сегодня погоняемся за обезьянами. Жалко только кто-то вчера нас запалил. И наш отец сплистал нас так, будто мы спирали его алкоголь. Хе-хе-хе. В общем, Линк, с тебя меч, и мы в расчёте. Окей. Есть! С этой штукой мы наконец-то сможем устроить деревню киноцид. Надеюсь, я потом не пожалею об этом. Ой, спасибо, Линк. Я тебе так благодарен. Если бы не ты... Когда я вырасту, я обязательно стану таким, как ты. Научишь меня кататься на жеребце? Воу-воу, постой, парень, это не ко мне. Попроси лучше Фернандо. Ну и раз уж я недалеко от дома и у меня есть лампа, спущусь в подвал за бутылочкой венца. А? Ну что за фигня? Фух, еле выбрался. Хорошо, что у меня с собой были... Ненавижу невидимые барьеры. И бешеный белка-людои отгонится за мной, бежим! Ну господи, вот сдань ты от меня, что я тебе сделал. Фух, вроде убежал, а то я знаю этих грызунов. Опа-на, что я вижу? Линк, ты всё неправильно понял. Слушай, если ты уходишь разлучить меня с ипоны, то лучше забудь об этом. Да и вообще, найди себе другую лошадь, она моя. Линк, я сейчас попробую... Засмотреть где-то, смотрите. Но на случай, если это не получится, знай, что там есть потайной проход. Ой, да вы только посмотрите на это здоровое лицо. У Линка отобрали лошадку. О, зашибись, ракурс. Ну и долго мы будем пялиться на задницу Линка. Вот именно поэтому я играю в игры от третьего лица за женских персонажей. Ой, а эти стрелочки мне Кузю напомнили. Значит, ты всё-таки предпочитаешь своего хозяина, япона? Не беспокойся, я не отравлю твой корм. Нет, я не из таких. Вместо этого... Я посторожу Линка в тёмной аллее, порежу его на мелкие кусочки, после чего спрошу в реку. Тогда нас никто не разлучит, моя лошадочка. Оу... Постойте, что я слышу? Да это же звуки спасения! Спасибо вам, славные рыцари! Давайте-ка я вам помогу! Хе, ну и звуки. Всяко лучше, чем новый сингл Джастина Биммера. Не нравится мне эта тучка. Линк, сейчас не самое лучшее время для того, чтобы лежать. Давай, вставайте, сейчас всё рванёт к чертям! Ран, Линк, раааааа! Вот, блиииин! Я не смешиваю ничего. Эй, я выжил! Спасибо тебе, странная черная штука с волосатым щитом на лице. Блин, я так и знал, что использовать плутоний в качестве краски деталировки это плохая идея. Блин, что-то мне нехорошо. Такое ощущение, что я сейчас рожу волка изо рта. Аааа! 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 Ааааа! Ааааа! Эээээм... На этом история Линка заканчивается. Эээээ... Вы можете спросить, почему, как же так? Наверняка это еще не конец, и в какой-то степени вы правы, но... Аааа ладно... Я покажу вам, что будет дальше, ну... Только 2 секунды. После, чего, они жили долго и счастливо. Продолжение следует...